Первый визит. В Наринмар прибыл назначенный президентом временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский. Оценил новострой. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов посетил школу в Красном. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. В Наринмар прибыли полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов и временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский. Сегодня в окружную столицу состоялась официальная церемония представления нового главы региона. Борт с Николаем Цукановым и Александром Цибульским приземлился в окружную столицу ближе к полудню. В составе делегации в Наринмар прибыли также заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан и экс-губернатор Нао Игорь Кошин. Один из пунктов рабочего визита – официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора округа Александра Цибульского, назначенного президентом Владимиром Путиным в четверг 28 сентября. Церемония состоялась в Дворце культуры Арктика. Назначить Цибульского Александра Витальевича временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа в доступлении в должность лица избранного губернатором Ненецкого автономного округа. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Доверие президента оказано. Ну а дальше необходимо будет работать для того, чтобы получить поддержку жителей округа. Александр Цибульский в свою очередь отметил, что расценивает доверие президента как большую честь и поблагодарил экс-губернатора Игоря Кошина за ту работу, которая была проделана за три года управления регионом. И в части диверсификации экономики региона, и в части тех социальных и экономических инициатив, которые воплощены в жизнь, действительно, когда разговариваешь с людьми, все отмечают, что за последнее время есть разительное отличие и в лучшую сторону в развитии города, в развитии региона. Мы постараемся максимально этот тренд, извините за это модное слово, сохранить. Что касается кадровых вопросов, я хочу всех здесь заверить, что никаких скоропостижных и эмоциональных решений принятых не будет. Все предлагаю и прошу работать в штатном режиме. Мы будем определять состав нашей команды, исходя из профессионального качества каждого из нас, из того темпа, в котором мы готовы работать. Игорь Кошин пожелал Александру Цибульскому не сбавлять направленную округом скорость и выразил уверенность в том, что федеральный опыт нового губернатора пойдет на пользу региону. В том, что Ниньская опорная зона станет кладовой нашей страны, конечно же, сомнений нет. Но теперь важно, чтобы жители региона нашли в этом процессе свое место. И для этого, собственно говоря, мы реформировали систему управления, строительную отрасль, систему среднего профессионального образования. И я уверен, что этот фундамент поможет развиваться и дальше, раскрывая потенциал Ленинска автономного округа для всей нашей страны. Алексей Анатольевич, позвольте вам пожелать успехов и всего самого доброго на этом крайне непростом поприще. Напомню, в должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации Александр Цибульский занимался вопросами социально-экономического развития арктической зоны нашей страны. И по долгу службы часто сталкивался с проблемами и перспективами развития северных регионов. И сегодня перед временно исполняющим обязанности губернатора округа стоит много задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Конечно же, это динамичное развитие округа, улучшение качества жизни жителей. Это особая территория. Этот регион попал в опорную зону, арктическую опорную зону. Необходимо участвовать активно в работе арктической комиссии, постараться сделать так, чтобы те деньги, которые будут направляться по этим программам, дошли до региона. Первые шаги сейчас надо будет познакомиться с той командой, которая здесь работает, послушать их планы, их прогнозы по развитию региона. Две основных задачи, Николай Николаевич, мне облегчил задачу, озвучил. Это, конечно, сейчас самое важное, подготовить и принять максимально сбалансированный эффективный бюджет. Вторая задача – это подготовиться к зимнему периоду, чтобы не было никаких сбоев в этом направлении. В дальнейшем нам надо будет посмотреть в целом стратегию социально-экономического развития региона. Я вижу своей основной задачей – это максимальная диверсификация экономики региона. Я думаю, что если я не открываю Америку, это действительно основная задача для такого особого региона – Нинецкий автономный округ. По словам нового главы региона, Нинецкий округ должен стать пилотной опорной зоной в Арктике. Это позволит максимально полно использовать имеющиеся государственные инструменты для социально-экономического развития региона. Для этого Александр Цибульский пообещал использовать весь свой федеральный опыт. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов сегодня в рамках рабочего визита посетил школу-долгострой в поселке Красное. Это образовательное учреждение находилось на личном контроле полпреда. В конце августа Николай Цуканов поручил сдать объект в эксплуатацию не позднее 30 сентября 2017 года. Поручение окружные власти выполнили в минувший четверг 215 учеников. С 1 по 11 класс переступили порог новой школы. Это был для нас месяц авральный в прямом смысле, потому что все буквально хотели сдать объект вот именно как раз к концу сентября. Этого события ждали все. Директор Красновской школы Владислав Литков показывает полпреду в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову наконец-то действующую школу, завершение строительства которой затянулось на три года. В августе этого года полпред в ходе осмотра дал ряд поручений. Кроме того, обозначил срок, когда объект должен быть сдан в эксплуатацию. Основные замечания были устранены. Школьный процесс идет полным ходом. Детям действительно нравится. Просторные и светлые классы, средняя наполняемость которых около 13 человек, оснащены новым современным оборудованием. Кроме учебных классов, Николай Цуканов посетил и школьную столовую. Здесь полностью обновленное оборудование для готовки и обработки еды. Обеденный зал украшает новая раздаточная линия. Большой плюс в том, что ребенок может положить себе столько, сколько ему нужно. Вот в этом плюс большой раздаточной линии. Еще одно помещение трехэтажного здания, которым гордятся новоселы, это большой спортивный зал. Пока он еще укомплектован не полностью, но совсем скоро, по словам учителя физкультуры Марины Литковой, он станет не только местом для проведения уроков, занятий спортивных секций, но и площадкой для организации больших спортивных праздников. Дом оборудовать зал нужно. Что нужно? Где? Вот, волейбольную сетку повесить. Раз. Установить шведские стенки, установить канат, чтобы был канат. По итогам осмотра объекта Николай Цуканов отметил, что с августа многое изменилось. Самое главное, по мнению полпреда, что объект запущен и дети получают образовательные услуги уже в новой, красивой, современной школе. Это уже большой плюс. В школе тепло, светло. Это очень важно. Дети ждали эту школу не один год. Учились в приспособленных условиях. Это, конечно, жуткая картина, но к ней не будем возвращаться. Главное, что сегодня школа запущена. Необходимо отладить некоторые образовательные механизмы, запустить оборудование, обучить преподавателей, работать на современных интерактивных классах, интерактивных досках, довести чуть-чуть дома в спортивный зал. В принципе, по большому счету, доволен этой школой. Самый главный итог всех этих поэций – она запущена. Полпред рекомендовал директору школы ознакомиться с опытом организации учебного процесса и досуга на примере работы общеобразовательных учреждений регионов Северо-Запада, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининграда, чтобы школа стала не только местом обучения, но и всестороннего развития. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Активный сторонник спорта и организатор популярных лыжных гонок. В Ненецком округе отмечают 90-летний юбилей Ивана Чупрова. Его именем назван ежегодный спортивный праздник «Северное сияние». Любители велосипедной езды соревновались в скорости. В Наринмаре прошел второй открытый туристический кросс-кантри «Осенний марафон». Сегодня, 2 октября, одному из основателей спортивного движения в Ненецком округе, известному спортсмену и тренеру Ивану Иосифовичу Чупрову, исполнилось бы 90 лет. Всю свою жизнь он посвятил развитию физической культуры и спорта в регионе, привлекал к здоровому образу жизни молодежь, организовывал походы, соревнования по шахматам и командным видам спорта, лыжным гонкам и стрельбе. Своими воспоминаниями об Иване Иосифовиче с нашей съемочной группой поделилась его младшая сестра Елена Раух. Елена Иосифовна Раух показывает свой семейный фотоархив. Черно-белые снимки хранят воспоминания о дорогих ей людях. Один из них – старший брат Иван. Здесь он еще совсем маленький, взъерошенный и серьезный. На снимках постарше – с обворожительной улыбкой и спортивной фигурой. Иван, когда вернулся из армии, он решил себя посвятить действительно развитию физкультуры и спорта, чтобы не к спирту тянулись, а к спорту. Ездил по всему округу с леневодами. Во время поездок по округу Иван Чупров понял, какие национальные виды спорта можно и нужно развивать в регионе и привлекать к этому коренное население. Прокопьев, ты, если наш сосед был, он физкультуру вел, в школе-интернате. Они с ним подружились и вот совместно разработали вот эту программу о национальных видах спорта. Это прыжки через нарты, бросание тенцея, топорика. Молодой энтузиаст вызвал у местной молодежи большой интерес к спорту и понял, в этом направлении необходимо двигаться дальше. Поступил в Институт физкультуры имени Лесговта на заочное отделение. Устроился на работу в школу номер один. Молодой учитель вовлекал своих воспитанников в различные виды спорта – волейбол, баскетбол, лёгкую атлетику, гимнастику, шахматы и лыжный спорт. Ученики, которые действительно интерес имели к спорту, они были настолько признательны к Ивану, девчонки просто были влюблены в него. Своим учителем Иваном Иосифовичем гордятся не только его ученики, но и первая школа. Хранительница музея Татьяна Балмасова с удовольствием показывает фотографии, в том числе сделанные лично Иваном Чупровым во время уроков, соревнований и походов. Развитию спорта и туризма в школьном музее посвящен отдельный стенд. Часть фотографий и личных вещей Ивана Иосифовича хранятся и в Нинецком краевическом музее. Здесь представлены лыжные ботинки, прибор для измерения точности стрельбы, ракетка, шахматы и шахматные часы. Это вещи, которые принадлежали Ивану Иосифовичу. Здесь же представлены значки за участие в спортивном празднике «Северное сияние», инициатором и организатором которого является Иван Чупров. Перед открытием «Северного сияния» на празднике, он как-то вот именно людей, как бы всех, что вы не сидите дома, давайте, давайте сообща что-то, значит, общее для радости, для души. Ведь когда еще не было телевидения, вот это все. И вот такая у него вся жизнь была. В свое время Иван Иосифович возглавлял окружной комитет по физкультуре и спорту. Работал военруком в зоовидтехникуме. Энергичный, активный и очень общительный. Он посвятил себя спорту. Казалось, он мог и готов был свернуть горы. Но в какой-то момент для него рухнул мир. Жалко, очень жалко брата, конечно, он мало пожил, ему было полных 68 лет в 96-м году. Но у него пошел от стрессов. Когда началась пристройка, он никак не мог понять, как это так. В общем-то, все вроде бы нормально было, да. И он, ну, в смысле, нормально было у него в жизни, он работал. А тут бац, его сократили, не стало работы. 22 марта 1996 года Иван Чупров ушел из жизни. Для своих родных и близких, учеников и последователей. Он навсегда останется в памяти улыбчивым, жизнерадостным, активным и обаятельным человеком. Очень общительным и целеустремленным. В памяти заслугах и достижениях Ивана Иосифовича на детско-юношеском центре «Лидер» установлена мемориальная доска. А спортивный праздник «Северное сияние» носит его имя. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Создали историю вместе. В Наринмарской городской школе номер 5 распахнул в свои двери школьный музей. Теперь подрастающее поколение сможет узнать больше не только о родном учреждении, но и заглянуть в историю. Такую возможность ученикам и гостям школы подарила компания «Лукойл». В прошлом году она поддержала проект педагогов по созданию школьного музея в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Одними из первых сокровищницу истории посетила наша съемочная группа. И ухваты, и лопаты. Все это у меня привезено из Вижеса, из дома родового. Вот этот шкаф, например, ему более 100 лет. Я тоже нашла у женщины в захребетке. Там дом сносили. Хранительница истории Нелли Насонова показывает экспонаты школьного музея. Кроме раритетного буфета, почетное место в экспозиции «Русская изба» занимает прялка, возраст которой насчитывается более 150 лет. А также деревянные грабилки для сбора ягод, хозяин стола самовар и даже первый деревенский утюг. Вот это интересная вещь детям всегда интересна. Рубель. Это гладили белье. Такому количеству старинных предметов домашнего быта мог бы позавидовать любой музей. Но раньше возможности показать их школьникам у педагогов просто не было. Проблема была в чем? Нет помещения и некуда ставить экспонаты. Но в это время Лукоэл объявил конкурс школьный музей, конкурс грантов. И мы решили, что почему бы и не попробовать. Вышли на этот грант. Наверное, мало кто верил, что мы победим, но мы победили. На средства выигранного гранта авторы проекта приобрели стеллажи, шкафы и витрины, оформили интерьер музея. А более чем 80 экспонатов наконец обрели свой дом. И теперь две экспозиции музея «Русская изба» и «История школы» – особая гордость школьников и учителей. Школьный музей – это целое путешествие во времени. Здесь можно почувствовать себя учеником 60-х годов. Вот сидеть за парту с характерной открывающейся крышкой и даже написать чернилами. Деревянная парта, старые прописи и школьные дневники – это экспонаты еще одной экспозиции «История школы». Она дает возможность заглянуть в советское время и увидеть главные символы пионерской организации – красный галстук, пилотку, значки, барабан и другие атрибуты. Почетное место в экспозиции занимает классные фотоальбомы. Каждый класс при выходе из школы сдает альбом. И вот много-много альбомов накопилось, и они приходят, когда юбилей школы у нас, приходят выпускники, смотрят, им интересно, они пытаются каждый найти себя, свой альбом. Сейчас музей пользуется огромной популярностью не только у выпускников, но и у нынешних учеников. Совсем скоро на его базе откроется кружок «Музейное дело», где дети смогут не только изучать историю родного края, но и заниматься исследовательской и поисковой деятельностью. По словам учителей, ребят, желающих вступить в ряды хранителей истории, очень много. Ничуть не меньше смелых и креативных идей, воплотить в реальность которой стало возможным благодаря ежегодному конкурсу социальных и культурных проектов компании «Лукойл». В окружной столице состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. На сцене выступили творческие коллективы Дворца культуры Арктика. Представителей высокого возраста с праздником поздравила заместитель губернатора по социальным вопросам Надежда Дедяева. Искренне желаю вам здоровья, бодрости духа, успеха, благополучия и счастья. Пусть ваша жизнь будет светлой, согретой участием, наполненной только приятными событиями. И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети и внуки, и ваши друзья. С праздником! Название концерта «Мы согреем вас светом» и радостью полностью оправдало себя. В зале царила атмосфера мира и согласия. Со сцены звучали знакомые голоса творческих коллективов Наринмара. В перерывах между номерами для зрителей разворачивались театральные сценки из кинофильма «Любовь и голуби». Людка, сумки-то возьми! Пока! Ай, Людка, какая красавица! Надь, слышь, Людка, какая красавица! Какая красавица! Все не могут на тебя наглядеть, я отсталю! Праздничный концерт ко дню пожилого человека не оставил равнодушным ни одного зрителя. И в этом огромная заслуга коллективов Дворца культуры Арктика. В велогонке по пересеченной местности в окружной столице прошел второй открытый туристический кросс-кантри «Осенний марафон». В этом году его участниками стали свыше 40 спортсменов в возрасте от 10 лет и старше. За велогонкой наблюдала наша съемочная группа. В это осеннее воскресное утро в районе Безумянного озера собрались спортсмены и любители велосипедной езды, желающие проверить свои силы в гонках по пересеченной местности. Дистанция сложная, но это никого не отпугивает. Все с удовольствием рвутся за победой. Почему именно осенью решили говорить? А удобное время, все приезжают с отпусков и хорошая погода. Впрочем, спортсменов, кажется, не испугали бы ни дождь, ни ветер. Все готовы идти за победой. Правда, этот путь будет нелегким. Трасса представляет собой участки с проселочными дорогами, песком, лесом, спусками и подъемами. На протяжении всей трассы велосипедистов сопровождают организаторы велогонки. Судьи фиксируют первых победителей. В возрастной группе от 10 до 12 лет первым к финишу приехал Кирилл Клистов. Мне понравилось. Готовился к этим финишам? Да. Каждый день на тренировках в городе и с города до лесозавода. Организаторами кросса-кантри «Осенний марафон» в окружной столице второй год подряд выступает клуб любителей лыжного спорта совместно с Центром арктического туризма. В этом году соревнования посвящены Международному дню туризма. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok